МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуску. Проблемные пытания и перспективы развития Светлогорского целлюлозно-кордонного комбината. В центре уваги рабочей поездки премьер-міністра Сергея Румаса. Жильевое будавництва. Гэтай теме присвячен республіканский семинар, який пройшов у регионе. Чаровная и полная сюрпризов. Наша в область долучилася до сусветной акции «Ноч музеев». Те, хто живе под девизом «Хучей, вишей, мацней». Сёння День работников физичной культуры и спорту. А зараза б гэтым іншим больше подробязна. Проблемные пытания Светлогорского целлюлозно-кордонного комбината обмерковывали на предприємстве. Тут с рабочей поездкой побывал премьер-миністр Республики Беларусь Сергей Румас. И он наведал новую вытворчасть сульфатной белиной целлюлозы и дал свою оценку перспективам развития завода. Вытворчасть сульфатной белиной целлюлозы – один з найбойнейших проектов, что реализуется зараз у Беларуси. На сегодняшний день предприємство працює у вопытно-промысловым режиме. На жаль, пакуль не отримливается домовица с китайским генподрядчиком, кабену отповедности со своими контрактными обовязательствами уводил завод у эксплуатацию. Тому беларуский бок робить гэта своими силами. Коллектив комбината отримал необходный вопыт, предприємство працює на 60% от вытворчай могутности. Задача, поставленная президентом Александром Лукашенком об запуску завода у четвертым кварталях этого года, буде виконана. Але влічуючи нестандартную ситуацию, у керівництва Светлогорського ЦКК і концерна «Беллізбумпрам» поставили перед урадом некалькі питанье, у врашенні яких чекаюць допомоги і підтримки. І гэта лагічна, бо полновартосний запуск вытворчасти – агульная задача у темліку і беларускага урада. Що касається денежної допомоги, то предприємство обратилось, щоб в текущем году, в 2019-м, погашення долга перед «Эксимбанком Китає» производило не предприємство, а Министерство фінансів. С 2020-го года денежні потоки позволяют предприємство самому обслуживати кредит. Учитывая, що срок ввода завода в експлуатацию затянувся, ми з пониманням відносимося к цьому, і на один год підприємство буде принято рішення о представлении отсрочки. Для нас сегодня важливо, щоб це крупне підприємство роботало і обеспечувало в вручці в країну більше 300 мільйонів доларів по году. Віце-прем'єр Російської Федерації Дмитрий Козак і віце-прем'єр Білорусі Ігор Ляшенка 16 мая в Москві обмерковали проблеми поставки і транзиту нафты по нафтопроводі «Дружба». Так само йшла говорка об компенсации страт белорусського боку від поставки у красавіку забрудженне хлорорганикою нафты. Виниками зустрічі Ігор Ляшенка поділился під час наведування разом з Сергієм Румасом Светлогорського целлюлозно-кордонного комбіната. Так, одновлення поставок нафты по трубопроводі «Дружба» у напрямку Польщі махчыма з наступного тыдня. Затікавленість белорусського боку зв'язана не тільки з затриманням выручки за транзит российской нафты, але й з питаннями експорту белорусской. А крім'я таго, ключовое для Білорусі питання – одновлення рабочого стану трубопровода «Дружба», який забезпечує стопроцентну загрузку нафтана. Білорусь затікавлена у максимально оперативным одновленні паўновартосной работы НПЗ. Нагадаем, концерн «Белнафтахім» 19-го красовіка заявіў абрэзкім пагаршэнні якості российской нафты, якая паступае транзитам на ўчастак магістрального нафтаправода «Гомельтранснафты Дружба». Змест хлорорганичных злучэнніў у нафті ў десяткі разов перавышаў хранічны значэнні па стандарте. Вопрос, который всех интересует и на слуху, по компенсациям тоже хочу внести ясность, потому что некомпетентные разъяснения по этому вопросу вводят ненужную смуту. Мы обсудили с коллегами, что компенсации здесь двух видов, как говорят юристы, это прямые потери предприятий и косвеные. Ну прямые – это понятно, выход из строя оборудования, здесь работают компетентные групы, по результатам российская сторона заверила нас, что представлены документированные расходы, вы это читали в прессе, будут возмещены беларускай стороне. Мы, естественно, подняли вопрос, и, как я сказал, второго блока вопроса – упущенной выгоды. Это там недополученная выручка от транзита нефти, неполучаемая выручка от продажи собственной нефти, вот эта часть вопросов еще будет нами обсуждаться с российской стороной. Поширение супрацовынства в Галине грошово-кредитной политики. В Гомере пройшло посаджение Межбанковского валютного совета Центральных банков Беларуси и России. Совет исходит на протягу 20-ти годов. За этот час разлежено коля 300 питаний у самой розной накераванности в банковской и финансовой сферах. Як означают специалисты, подобные встречи з'являются эффективной дискуссийной пляцовкой. Диалог по межсуразмолцаме отрымливается живым и энергичным, а у вынику баки за все ды приходят дорожения, якое задовольняет усих. До речи, гэтое посаджение юбилейное, 50-е по лику. Разлежены выники работы банковских систем Беларуси и России, двухбаковый платежный баланс и платежный баланс союзной державы за 2018 год. Так само на парадку развитие инвестицийного супрацовництва. Что касается, скажем так, с точки зрения Беларуси и Национального банка Беларуси, для нас очень важен опыт Банка России, очень успешный опыт по переходу на таргентирование инфляции, обеспечение макроэкономической стабильности на этой основе и в целом обеспечение экономического роста, устойчивого, долгосрочного роста. Поэтому я думаю, что эти вопросы будут предметом наших дискуссий. Мы делимся опытом, и нам очень важно понимать, что происходит в Беларуси, учитывая взаимную торговлю большую между нашими странами, то, как связаны наши экономики. Большое внимание в этих дискуссиях, в этих встречах мы уделяем развитию финансового рынка, прежде всего банковского рынка. Особенно это актуально в связи с тем, что мы вместе работаем уже не только в двустороннем формате, но в формате пяти стран по концепции развития общего финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза. По завершении посяжения старшиня Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиулина подяковала за добрую организацию и означала, что супрационистство находится на таком узровне, когда открыто можно обмерковывать любые пытания. После этого отбылось подписание протокола по выниках рабочей сустречи. В Гомельской области проанализованы причины росту цен на узводимое жилье. Основные из них были огучены подчас республиканского семинара по питаниях жильевого будовництва. Як стать уладальником властного дома с минимальными затратами? Подекавился Олег Синцеров. На вот коренные брыгинчане, яке они были на малой родиме некаких годов, кажуть, что городский поселок значно сменився. Летостью тут была проведена масштабная реконструкция, подчас якой не только одновили истнующие объекты, а ей побудовали новые. Размова в первую чергу об 20 индивидуальных трехпокаевых жилых домах. Наставница Анастасия Гавриленко ключе отрымала в листопаде минулого года. Кажет, что ранее ее семья сдамала квартиру, что было не весьма сручно. У новом доме, аренда якого, походится к реху больше 20 рублей в месяц, у туль на усим, у включающих сына Марка, у якого теперь не только уластный покой, але и место для гульнив на присядебном участку. Нам все нравится. Мы рады, что получили этот дом, что есть свой участок. Для ребенка это очень большой плюс, что есть свой двор, можно выйти погулять, с друзьями посидеть. Новые домы у Брагини побудовал Оминский домобудовничий комбинат. Проект оказался весьма удалом. Работы под ключи займаются у себя около месяца. У этого предприемства в уголе великий опыт взведения индивидуального жилья. Довольно удобный трехкомнатный коттедж для семьи. У нас здесь на стендах, вы можете посмотреть, есть и другие варианты. С меньшей площадью, с большей площадью, двухуровневые. То есть на любой вкус и спрос для наших потребителей. Еще на этот год мы получили 6 домиков. Насколько я знаю, в беседе с Брагинской администрацией молодые люди проявляют интерес к такому типу домов. Правда, новые домы будут больше дорогими. Подчас семинара к этому пытанию особенная увага. Кировничество домобудовничьего комбината свертается до Лизбов. За опошний год кост дозитного палева повеличился на 28%. Будовничьих материалов до 25%. При рентабельности самого предприемства у 2%. Рост цен так само – одна из причин того, что работы на значной части домов, якие населенство возводить за властных кост, ведут саморудным. Правда, есть еще одна махчимость стать владельником жилья. Только у Гомельской области наличивается больших 2000 сбудований, которые не выкористовываются. В Аураде обицают, в вынику его набытца держава каже допомогу. Пустующие дома. Мы отрабатываем механизм и в самое ближайшее время он будет представлен. Это человек, который может купить такой дом и одновременно провести его ремонт или реконструкцию. Мы тоже в нашей организации предоставим такую услугу. И нормативно у нас есть документы, которые позволяют получить льготный кредит для ремонта или реконструкции такого жилья. Еще одна махчимость – снижение коштов жилья в выкористане местовых материалов. У Хонниках, у денег в семинару запрашивают на завод железобетонных вырубов. Предприемство, которое еще не как и годов тому из-за тяжкости выживало, сегодня демонстрирует стабильную работу. Хоннинский завод железобетонных вырубов – приклад того, как развивается будавничья голена. Починаючи с 2011 года, тут провели некогда этапы модернизации, в вынеку чему объемы вытворческие повеличились больше на 250%. Из таких панелей будуют домы в Беларуси и России. Зараз пропрасывается украинский вектор. Энергия, сберегальное шкло и будавничные материалы с природного камня. Все это так само демонстрируется в деньгам семинару. В 2010 году Гомель Абалдар Буду передали один из Беларуси родовища облицовочного камня. На предприемство его назвали карьером надеи и теперь пропонуть шерох новых для региона вырубов. В области зарублены еще один крок по развитию будавничьей голены. Олег Сентеров, Игорь Мариченко, телерадиокомпания «Гомель». В областном центре завершилась 12-я международная новоковая конференция «Беларусь в сучасном свете». Проходила она в Гомельском державном техническом университете имя Сухоха. У дел принимали студенты-аспиранты и молодые новоковцы из всей Беларуси, а так само Россия, Украины, Польши и Узбекистана. Для презентации на конференции из 200 заявок одобрали 160 проектов. Кожный отповедал одной из девяти тематок секций, починаючи от места и роли Беларуси в историческом и геополитическом процессах и завершаючи пытаньями энергозабеспечения и энергосбережения. До прикладу Аллена Карчевская, доцент кафедры маркетинг ГДТУ имя Сухого, разом со своей студенткой Маргаритой Краученко, провели доследование рекламы фестивального туризма в Беларуси. Исследовали интернет-рекламу по определенным запросам, какие выдаются ссылки, на каких поисковых системах. Ну и рассматривали каждую ссылку, что она представляет, действительно ли она представляет собой рекламу фестивального туризма и насколько она содержательная. Словосочетания, которые вводились в поисковые системы, не показывают все фестивали, которые на сегодняшний день есть в Республике Беларусь. Поэтому над этим нужно работать маркетологом. Честно говоря, мы были очень удивлены, сколько всего проводится и как мало мы об этом знаем. У нас много всего интересного, но почему мы говорим интересные фестивали в Венеции, в Бразилии, у нас тоже есть, надо пиарить их, надо рекламировать. По выниках конференции у каждой секции вызначили лепшие працы, их аутрам уручили дипломы. Абсолютно все докладчики отримали сертификаты удельников, а материалы конференции у худшем часе будут размещены у электронным сборнику, який так само выйдет и у друкованным варианте. Чароны и полный сюрпризов. Папередний вечер дал старт довольно вядомой и популярной акции – ночи музеев. Кожный год до этой даты культурные установы у всех краин рыхтуют что-то новое, особливое и креативное для наведывальников. Чем удивляли в Гомеле, расскажет Ганна Корольчук. Уявите, что только один раз в год музеи не зачиняются по своим обычным раскладам, а пропонуют особливую программу, многие подробности, которые держали в сокрытии. Усё это деляно чем музею. Первыми запросила для себя гомельчан картинная галерея Гаврии Лавашченко. Международная акция прошла тут в формате народного фестиваля мастерства. До этой идеи организаторов подшторкнула великая колькасть жадающих принять эту делу проекции «Я мастер-так, я так бачу». Арт-пикнику галереи объеднал прихильников самой розной творчести. От выявленного мастерства дало заплетение и вышивки. Для дорослых и детей мастеры проводили бесплатные мастер-классы. Головная идея стала не только показать людям мастерство, а и долучить для этого, дать махчамость каждому проявить свои творческие сдольности. Принимают участие все жители Гомельской области. Это и профессионалы, это и любители, это и взрослые, это и молодежь. То есть сегодня для всех нашлось место на нашей арт-площадке. Знаете, немножко цель этого проекта в этом году мы поменяли. Мы не стали развлекать, а мы решили приобщить к музею. Мы решили подтянуть в очаг культуры, в очаг музея. У выставочных залах гостей чекали разноплановые экспозиции, например, мастерство Палеха и книжные иллюстрации Гюстава Дарея. Супроводжали вечер концерт Гомельских городских оркестров и колледжу мастерства имя Соколовского. В этом году КНР отзначило свое 70-е годы. Тому Музей истории города Гомеля присвятил свою акцию культуре и традициям Китая и Беларуси. Гости убачили выставу фото с дымком Михаила Пяньевского «Подороже по Китаю». Описание до дымка узробила журналист Инесса Плескачевская, якая прожила в Китае 12 годов. Так само и она презентовала свою книгу про Сходнюю Украину. В культуре, мне кажется, не очень у нас много общего. Но вы знаете, что у нас есть общее – это любовь к семье. Мне кажется, мы коллективисты так же, как китайцы, в каком-то определенном смысле. Потому что, когда мы жили в Китае, мы много об этом рассуждали, есть у нас что-то общее или нет. Потому что культура все-таки достаточно сильно отличается. Китайская намного-много старше просто. Но в характере что-то такое есть. Для наведывальников так само провели чайную церемонию и майстер-класс по каллиграфии. Потримала атмосферу и выступления Гомельской областной федерации УШУ. Белорусскую культуру в свою очередь представили город-майстров, показ оденью в национальных традициях и концерт этноколлективов. До речи у першиню «Ночь музею» провели в Берлине в 1997 году. А зараз у этой акции удельничают сотни музеев по всем свете. Только в Беларуси. До я еду, улучшилось больше за 50 установ. Акция «Ночь музею» протягивается и сенья. С 16-ти годин гостей сустракают у филиала Ветковского музея. С 18-ти программу представляют музей Палацево-Паркового ансамбля. Ганна Коральчук, Павел Антонов, телерадиокампания «Гомель». Портрет на фоне эпохи. У Центральной городской библиотецы имя Герцена протягиваются орочистості промеркованная до векового юбилею установы. Для ушанования коллективу и былых работников организовали корпоративное свято. В его рамках так само презентовали книгу, выпущенную специально до 100-годового юбилею библиотеки. Сегодня Гомельская городская централизованная библиотечная система. Это 17 храмов литературы и 86 тысяч читачов. А вот еще одна личба. Колкость наведывания у библиотеки уход складая свыше 600 тысяч. А все тому, что сучасная библиотечная установа – это не просто сховище книг и инших друкованных выданьев. Сегодня это информационно-аддукационный и социокультурный центр. Юбилейные мероприятия – это всегда очень важные события для человека, для организации. Когда это столетний юбилей и центральная библиотека города, конечно, это важное событие в жизни не только самих сотрудников, которых мы на сегодняшний вечер пригласили. Но, на мой взгляд, это важно, конечно же, и для города. Потому что это центральная библиотека, это место достаточно популярно в городе, пользуется спросом, так сказать, интерес к библиотеке, постоянно активен. Работу коллектива у Гомельской городской централизованной библиотечной системы высоко оцениваются на самых разных узровнях. По часу рачистого схода на сцену неодноразово узнимались и работники, як за особистыми узнагородами, так и за коллективными. Одной из самых важных стала гоноровая грамота Совета Министров Республики Беларусь за значную кладу, захованию и популяризацию белорусской национальной культуры. Без подарунков не застались и гости свята. Усим присутным уручили экземпляры книг под назвой «Портрет на фоне эпохи», выпущенной специально до юбилея библиотеки. Сто годов миновала, это уже история, зараз пишутся новые сторонки. Однако заховать для насчатков друкованный летопис життя библиотеки – обязок. Сегодня день работников физической культуры и спорта. Кожную третью суботу – мая – это свято объединяет не только профессиональных спортсменов и тренеров, а и тех, кто отдаёт перевагу активному ладу життя. У Гомельской области физической культурой и спортом займается свыше 350 тысяч человек. И эта личба увеличивается. У сферы спорта высоких досягнений у Гомельской области улику лидеров. У медальных заликах, у разных взрослых категориях наш регион в опушние годы соступает только городу Минску. В области працует 77 спортивных установ. Подрихтовка из спортсменов займается свыше 1300 тренеров. Сегодня с гуртованному коллективу профессионалов, которые працуют в сфере физической культуры и спорта, под силу выращения любых задач. Черговым экзаменом в 2019 году будут другие европейские гульни. Эти именно люди, которые сегодня работают в спортивных учреждениях, делают сегодня спорт популярным, делают сегодня спорт интересным и привлекают сегодня и подрастающие поколения жителей области именно на спортивные объекты. Поэтому с любыми задачами коллектив справляется. Гандбольный титдень. Гомель будет примать одночасово два бойных турниры. С 20 по 24 мая у Палацы Гульнявых Ведов Спорту юные гандболисты будут выявлять мощнейших в финальном этапе республиканских споборництвов. Им клевый мяч. Споборничать будут юнаки и девчата 2006-2007 года у народжения. Команды выставить все в области краины, а так само город Минск. Удельники турниру станут светками ворошальных баталий розыгрышу Кубка Беларуси сяроджанучих команд. Трофея спричат 4 команды Гомель, БНТУ, Белаз, Бярестя и Градничанка. 22 мая на паркете Палаца Гульнявых Ведов Спорту пройдуть полфиналы. 23 мая матч за третье место и финал. Мы заслужили это право. Мы принимаем и Кубок 4. Когда 4 лучших женских команды нашей страны будут участвовать, разыгрывать звание победителя Кубка страны. Поэтому я всех наших гомельчан приглашаю посмотреть на эти игры и на наших юношей, девочек молодых, и на нашу уже взрослую команду и поболеть, конечно, за них. Элегантность и докладность рухов. В Гомеле проходит республиканская матчевая встреча по выездке. Споборничают юнаки и девчата 2003 года народжения и молодей. Областный центр Олимпийского резерва по прикладных видах спорта у першиню принимает подобные споборничества. А кроме господаров, удел принимают спортсмены из Витебской, Гродинской и Минской областей. У всех 5 команд. Особливость споборничества у тем, что выступают наездники на конях, яких отримливают по выниках жрабьевки. И тут на первый план выходит в майстерство и в опыт спортсмена. За полгодины, отведенных регламентом, он повинен снасти подыход до коня, как после на арене выконовать складанные элементы выездки. У каждой лошади свой характер. И надо настолько быть опытным, ну не опытному, а найти подход каждой лошади, чтобы найти с ней за полчаса, дается ровно полчаса, за эти полчаса надо найти с ней контакт, чтобы договориться, чтобы сделать все элементы, которые положены. А судьи уже будут оценивать, какой всадник правильно воздействует на лошадь, как он на нее воздействует, находит ли он с ней доверительные отношения или нет. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvarkomil.by. На этом выпуск завершен. Добрых вам выходных день и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова